Девушки отдыхают Успенский Брусинский монастырь расположен на территории Коломенского Кремля основного форпоста и духовного центра русской земли своего времени В 1301 году благоверный князь московский Даниил Александрович присоединил Коломну к своему тогда еще совсем маленькому княжеству По историческим данным с этого момента началось укрепление и взрастание московского государства в котором Коломна играла роль церковной столицы и имела значение не меньшее, чем Москва На ее территории располагались два дворца – великого князя и епископа Коломенского В то время была отдельная Коломенская епархия, которая просуществовала более 400 лет и была упразднена с присоединением к московской епархии в конце XVIII века Для мощного укрепления и с целью защиты от набегов татар Золотой Орды территория по периметру была бы несена высокими деревянными стенами протяженностью около двух километров В XVI веке, после того, как город был сожжен и разрушен казанским войском князь Василий III издал указ о строительстве в Коломне каменной крепости Кремля Основателем Успенского Брусинского монастыря стал царь Иван Васильевич В 1552 году, перед тем, как в очередной раз отправиться в поход за освобождением города Казани от Мамая предыдущие попытки оказались неудачными Он пришел просить помощь у Пресвятой Богородицы перед ее донской иконой, хранившейся в Успенском кафедральном соборе Коломны Молитвы были услышаны, и в день покрова Пресвятой Богородицы великий князь одержал победу В честь этого события в нашей стране были возведены многие храмы В том числе современный символ России, памятник русской архитектуры с разноцветными расписными маковками Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву в Москве, известный также как Собор Василия Блаженного А в Коломенском Кремле Иван Грозный повелел основать мужской монастырь Каменный Успенский храм был построен в стиле раннего шатрового зодчества, чудесным образом сохранившийся до наших дней Первыми насельниками стали воины, участвовавшие в походе на Казань 12 старцев, и у них игуменом был корнигин 100 лет просуществовал мужской монастырь, а потом на какое-то время он упразднился И снова возобновился уже как женский монастырь через 100 лет В XVII веке построили колокольню на входе и стали строить деревянные брусильные кельи Поэтому монастырь стал называться Успенский брусинский женский монастырь Своего расцвета обитель достигла в XIX веке при настоятельстве игумени Олимпиады Духовным руководителем которой был святитель Филарет Дроздов Ее стараниями была благоустроена духовная жизнь обители Заведено чтение неусыпаемой псалтири, улучшен монастырский хор, внешне преобразился монастырь Были построены новые корпуса, хозяйственные постройки Венцом созидательных трудов игумени и строительницы явился крестовоздвиженский собор Когда она пришла, здесь было много чудес Была принесенная еще Иваном Грозным икона Это был один из первых списков иконы Матери Божией Казанской Она была чудотворная, была помещена в монастыре И была заступницей города Коломны Если здесь была муровая язва или холера, то люди брали эту икону, шли по городу И происходило прекращение такого бедствия И тогда она попросила святителя Филарета, чтобы разрешили собирать средства на постройку собора И святитель благословил За три года был построен крестовоздвиженский собор Величественный собор стал украшением не только монастыря, но и всего города Коломны К Успенскому храму был пристроен двухэтажный корпус с кельями Для престарелых и больных монахинь, живущих в обители Устав монастыря был строгий Ворота обители открывались только на время богослужений Монахини самолично не могли покидать стены монастыря Но наряду с этим насельницы монастыря оказывали людям не только духовную помощь В стенах обители активно велась благотворительная деятельность Монахи не стягали одеяло, шили постельное белье и средства по уходу за ранеными для военных госпиталей При монастыре действовала церковно-приходская школа для девочек Бедным и неимущим собирали приданные Священники были законоучителями в дореволюционных гимназиях Коломны К началу XX века монастырь являлся духовным и просветительским центром В нем проживало около 300 сестер В советские годы монастырь был закрыт одним из первых Уже в 1919 году в стенах обители разместилось общежитие, потом овощехранилище Шатровые главки Крестовоздвиженского собора были разрушены А позднее уничтожена и старинная монастырская колокольня Все монахини были арестованы и целый месяц находились в тюрьме После этого были сосланы Кто-то был сослан в Сибирь, в Тобольск, кто-то был сослан под Алма-Ату в Казахстане Были по 3-5 лет в ссылке, потом вернулись и уже монастырь был закрыт Здесь есть храм Воскресения Славущего, в котором собирались монахини помолиться И по благословению епископа Феодосия, который был здесь в Коломне Там был тайный монастырь, 70 монахинь там было Вместе с Михаилом Страховым, священником из Брусинского монастыря После того, как и храм Воскресения Славущего в Коломне был закрыт Монахини разошлись по городу Жили на квартирах, содержали себя надомной работой Трудились в больнице с санитарками, читали псалтирь по усопшим Прислуживали в оставшихся храмах, пели в церковных хорах Монахине Серафиме сейчас 84 года В детстве она жила с родителями рядом с монастырем И хорошо помнит, как монахини жили в их доме Мы на втором этаже, не на первом Я уже училась в первом классе И бабленом ее звали бабдунь, а так монахиня Фросиния Монахиня Марья Нила и монахиня Нина И к ним приходили всегда к сильной монахине И было такое, знаете, такое духовное эстетическое наслаждение Потому что такого никогда, вот сейчас я такого не ощущаю Потому что тогда эти люди были не от мира всего, понимаете? И они носили очки такие, такие, знаете, в веревочке Стягали одеяло, эти мы жили и работали в столовой, на кухне Чистили картошку, морковь, ну надо, надо что-то было жить Марья Нила умерла в 1947 году, я уже взрослой была Монахиня Ефросиния умерла в 1951 году Молюсь всегда, поминаю И как-то мне радостно, что я за них молюсь, понимаете? В конце 37-го, начале 38-го годов Монашествующих ожидали еще более суровой репрессии Шесть монахинь Брусинского монастыря были приговорены К высшей мере наказания и расстреляны на Бутовском полигоне Впоследствии пять были причислены архиерейским собором к лику святых На Бутовском полигоне был расстрелян и священник Иоанн Парусников Который служил в монастыре 25 лет и до самого его закрытия Он был духовником-монахинь, заведующим и законноучителем монастырской школы для девочек Преподавал закон Божий в Коломенской воскресной школе В музее монастыря сохранились духовные книги, подписанные священномучеником Иоанном Парусниковым Он также был причислен к лику святых И еще прославлен епископ Григорий Лебедев Его папа, отец Алексей, служил здесь в монастыре Вот у них была большая семья, восемь детей Мама умерла, когда мальчику было семь лет И батюшка его отдал сюда, монахини воспитывали Вот, и вот он бегал здесь, в этом храме, молился Вот, потом он закончил семинарию, академию Он стал епископом, Шлиссельбургским Но в период, когда было много обновлечества, он ушел на покой Был здесь, в Коломне, окормлял уже монахинь Сам воспитанник монахини этого монастыря, окормлял монахинь И потом, в 1937 году, уже под Кашиным, он был расстрелян Монахиня Серафима, а тогда еще Римма Серафимовна Закончила машиностроительный институт, работала конструктором Замуж она не вышла, говорит, что семейная жизнь ей была неинтересна По выходным ездила в храмы, которые были на тот момент открыты В 80-е годы, когда началась оттепель в отношении властей к церкви И появилась возможность возрождать церковную жизнь в Коломне Вместе с единомышленницей Людмилой Печенкиной Стала участвовать в восстановлении Успенского кафедрального собора Храму в честь Тихвинской иконы Божьей Матери Богородицы Рождественского Бавренева И Свято-Троицкого Новоголутвина монастырей Людмила Печенкина впоследствии приняла монашеский постриг С именем Анастасия И возглавила открывшийся в 1997 году Успенский Брусинский монастырь Которым управляла до своей кончины в 2011 году Стасия была очень сильной У нее был мужской характер Сильный, мужественный, мудрый У нас здесь на Ивановской улице Нам давали краску Она впереди толкает коляску А я за игуменем, понимаете? И я ездил по подприятиям, письмами Это 47 предприятий Гравий, кирпич, краски, мел Там, ну все, деньги просила Мне давали, понимаете? Почему-то вот ко мне хорошо относились директора И однажды я шла за кирпичный завод Автобусом и вышла, и упала У меня пертоник 26 лет И лежала в кустах И вдруг подходит ко мне мужчина Вам плохо? Я говорю, да, мне плохо А куда вы идете? Я говорю, на кирпичный завод К директору Он говорит, а я директор А что вам надо? Я говорю, ой, простите меня, Греша Вот письмо вам Нам нужен кирпич Я строю храм Рождества Богородицы Бобренева Идемте Посадил у меня машину Представляете? Распределился, дал машину И я даже впервые была в обжиге Где кирпич обжигают И мне грузили Сама же монахиня Серафима Приняла монашеский постриг Только полтора года назад Считала себя недостойной Основное ее послушание сегодня Это молитва Поддержка молодых сестер Их в монастыре шесть Трудницы, послушницы Активно помогает И подрастающее поколение Сама просто где-то в храме стояла Там молилась А потом мама потихоньку И в музыкальную школу записала Я стала там учиться Отучилась уже И потом на кирпич меня привела Как ты взрослешь И понимаешь, что все реально Господь здесь Он всегда помогает Он всегда рядом Он видит, что ты делаешь Уж какие у тебя есть Твои внутренние достатки Или хорошие стороны Как тебе надо развивать Или что-то убирать С своей души Основные послушания монахинь В храме Участвуют в богослужении Их помогают в алтаре Поют на клиросе Как и в старые времена Сестры активно занимаются Социальной деятельностью Поддерживают малоимущие Многодетные семьи Встречают прихожан Просвещают и сердечно Участвуют в их жизни Мастерицы золота швеи Создают блестящие По технике исполнения Их художественному вкусу Великие святыни Площаницы Пресвятой Богородицы Богородица, Дева, радуйся Благодатная Мария Господь с тобою Благословенно ты в живых И гордость на белку Чего твоего Я бы спасся родила И все души наши Любую икону взять, Матерь Божия Там обязательно синий и голубой Уже зеленый не сделаешь И никакой строго Уже по этому идешь Ну а украшаешь уже Как тебе нравится Венчик тоже украшаешь Как тебе нравится Самый лучший поток был на основу Желтый Потому что все венцы желтые А там уже хуже святые Хуже чего Там и квадратики И кубики есть Кто ангел делает Кто венец делает Например, вот ангел Болку всегда шьет Матерь Божия Потом приклеит У каждого У каждого свое Мы начинали с военных пугольцев Потом брали пугольцы Бархата не было раньше И этого парчинчу не было Было это Атлас Атлас Вот Атлас Значит, и буквы атласные сделают Сейчас уже на машинке вышли Вот сделали плохо Ой, все плохо Все, ничего Чего делать Все Чуть не рыдаешь На утро приходишь Как преображается Дивно дела Твои гости Главная святыня монастыря Казанской иконы Божией Матери Принесенная еще в 16 веке Царем Иваном Грозным В безбожное время была утеряна Однако перед самой революцией Когда делали опись церковных ценностей Один из художников Выполнил масляной краской На картоне список Который все эти годы Благополучно хранился В музее Санкт-Петербурга Его случайно обнаружили В 2003 году Мастера по нему Смогли воссоздать Чудотворную икону вновь Ежегодно 4 ноября В день празднования Казанской иконы Божией Матери С новым чтимым списком По Коломне совершается крестный ход Каждый день в 15 часов Перед иконой читается Акафист Величай, величай, величай Вся преслатое тело Бога избранная От рода веренцы И чтен образ твой святый Их же ночевший Исцепелья С тем святою Идет Мой В монастыре есть древний образ Владимирской иконы Божией Матери Привезенный из Афона Частицы мощей Святителей Филарета Дроздова Дмитрия Ростовского Особо почитаются Брусинские новомучники Исповедники На праздники и выходные Поклониться святыням Приезжают многочисленные Прихожане, паломники и туристы Город Коломна Пережив немало героических И трагических страниц истории Сегодня вновь является Одним из центров Православного Подмосковья В нем действует Почти 20 храмов В 4 монастыря Продолжают восстанавливаться Древние порушенные святыни А тихий молитвенный Успенский Брусинский монастырь По-прежнему является Хранительницей сокровищ нашей веры Свидетельствуя о вечных истинах И о величии России Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова